В Игоградской области продолжает расти потребность в рабочих кадрах. С учетом инвестиционных промышленных проектов до 2023 года она составит более 20 тысяч человек. Именно поэтому многие образовательные учреждения региона сегодня модернизируются и уже выполняют заказы на подготовку выпускников рабочих инженерно-технических специальностей. Так, например, студенты Волжского политехнического техникума, еще не успев получить дипломы, уже были трудоустроены. Подробнее расскажет Татьяна Крючкова. Хрупкая белокурая девушка командует разгрузкой у подножия башенного крана. Примета новой кадровой политики в регионе. Современные учебные программы подготовки квалифицированных рабочих сегодня отвечают новым запросам предприятий, которые, получив инвестиционную поддержку от региональных властей, создают новые лабораторные тренировочные комплексы, осваивать которые с удовольствием идут вчерашние школьники. Это моя ответственная профессия, где можно дальше начинать больше паутина, большой разряд. А какая профессия как называется? Машинист метрологической производства, машинист крана. Это женская профессия? Это, как считается, женская и мужская профессия. Не тяжелая? Нет, совсем не тяжелая. Промышленный комплекс Волгоградской области нуждается сегодня в молодых рабочих. Причем кадры нужны на длительную перспективу с нацеленностью на карьеру и постоянное обучение, так как программное обеспечение на производстве становится все сложнее и требует не только традиционных рабочих навыков, но и точных практических знаний. Для подготовки таких специалистов предприятия, выполняющие заказы международного уровня, сами участвуют в создании учебных программ и инвестируют в подготовку рабочей смены. В 2015 году впервые по инициативе Волжского трубного завода была открыта рабочая специальность о работе металлодавления. Первая группа в количестве 25 человек была набрана. Этой группе мы особое внимание выделяем. Этой группе на сегодняшний день выплачиваются стипендии. Под эту группу непосредственно организована настоящая лаборатория. Приобретено соответствующее оборудование. Гидравлический пресс, печка муфельная и другое оборудование, то, которое будет непосредственно необходимо проведение лабораторных работ. Среднее специальное учебное заведение полностью ориентировано на машиностроительную отрасль. Каждый год на бюджетные места сюда поступает 1200 выпускников школ, которые сразу осваивают навыки, необходимые на производстве. Этот процесс заинтересованно поддерживают региональные власти. Областная инвестиционная политика направлена на внедрение инновационных технологий и импортозамещающей продукции. Поэтому на новые рабочие места требуются очень грамотные, качественно обученные специалисты. В целом, как курить приготовки? Нравится вам? Да, хорошо. То есть вы идите нормальным, хорошим специалистом, да, в промышленности? Удачи, успехов вам. Спасибо. Мониторинг, который провели мы более чем со 100 предприятиями, промышленные предприятия Волгоградской области, показал, что в 2023 году потребность в кадрах составляет Волгоградская область более чем 20 тысяч человек. В настоящее время идет реализация многих учреждений среднего звена. И на данном технике мы администрация области объединила 5 училищ. И благодаря этому мы можем создать такую базу, готовить те кадры, которые сегодня востребованы на промышленные предприятия Волгоградской области. И кадры, то есть молодые специалисты, уже готовы приступить к работе. Еще не высохли чернила на только что врученных дипломах выпускников техникума, а их уже ждут в цехах за пультами управления. Чтобы устроиться на работу, не нужно искать отдел кадров выбранного предприятия. В день выпуска в технологическом техникуме впервые состоялась ярмарка вакансий. По всему видно, что и качество подготовки, и уровень знаний бывших студентов, а ныне дипломированных специалистов, организаторов этой мобильной биржи труда устраивает. На предприятиях их хорошо знают. Я учился 4 года, я проходил практику на оргсинтезе, и хотел бы там именно продолжить свою карьеру и работать по профессии. Учиться было легко, тут очень профессиональные специалисты, база очень легкая, все схватывало просто на лету. На красный диплом я шел долго, мучительно, и выбирал именно эту специальность, потому что хотел заниматься с приборами, с промышленным оборудованием, но это интересная эта отрасль. Участвовал на конкурсе робототехники в Москве, в WorldSkills, проверяли практические знания, байки, монтажа, теорию, занимаюсь разработкой беспилотных летательных аппаратов. Партнерские отношения между учебными заведениями и предприятиями дают молодежи дополнительную уверенность в будущем. Не случайно все больше и больше ребят заканчивают учебу с красными дипломами. В этом выпуске из почти 500 дипломов, каждый пятый с отличием. И это тоже примета времени. Татьяна Крючкова, Виктор Хиврин, Вести 34.